День траура в Мариуполе не стал днём перемирия. Скорее наоборот, бои в городе лишь усилились. Новые жертвы, нападения, звучат взрывы и автоматные очереди. Все последние новости из Мариуполя у Руслана Смещука. Он на прямой связи со студией. Руслан, что происходило и происходит в данный момент в городе? Алексей, добрый вечер. Увы, ситуация в Мариуполе крайне тревожная и малоконтролируемая. В центр города находится под контролем сепаратистов и террористов. Из города поступает массовое сообщение о мародёрстве. Также сегодня сепаратисты захватили брошенный антитеррористическими силами БТР, а также подожгли и уничтожили брошенный в центре города БМП. При этом сами чуть не пострадали от детонации боекомплекта. Как я уже говорил, поступают массовые сообщения о мародёрстве, о ограблениях магазинов, в том числе и оружейных магазинов. На улицах города часто слышат выстрелы и взрывы. И вот также сегодня представители антитеррористических сил объяснили, почему они вышли из города. По их словам, они просто боялись лишних жертв среди гражданских, так как террористы используют горожан города как прикрытие. Горожан города, одурманенных не только пропагандой, но и алкоголем, а также, возможно, наркотическими веществами. Я предлагаю послушать комментарии представителей антитеррористических сил. По действию наркотиков прямо будем говорить, потому что посмотревшие на лица, на их крики, возги, что там делалось. Когда входить, додуматься просто, входить в самый центр мирного города с оружием, чего можно добиться? С какой целью они входили? С какой целью они проводили прямо зачистку в управлении внутренних дел города? В прямом смысле делали зачистку. И также сейчас в Донецке полным ходом представители так называемой Донецкой Народной Республики готовятся к проведению своего референдума. Похоже, что они стартовали раньше, чем обещали. Похоже, что сепаратисты боятся не успеть создать организационно, создать видимость полноценного референдума. Поэтому уже массово поступают сообщения о том, что в разных районах Донецка избирательные участки приступили к голосованию. Кроме того, сегодня специалисты Донецкой областной администрации сообщили о том, что сепаратисты готовятся захватить около 80 школ, для того, чтобы оборудовать на них избирательные участки. И это буквально за день, за ночь до проведения референдума. Кроме того, сегодня бойцы украинских спецподразделений под Славянском задержали вооруженных сепаратистов и обнаружили у них в машине около 100 тысяч уже проголосованных бюллетеней, проголосованных, конечно же, за объявление независимости ДНР. Кроме того, похоже, что российские политики уже пытаются дистанцироваться от так называемого референдума, понимая, как он будет выглядеть перед западными партнерами. Сегодня Владимир Джабаров, член Совета Федерации России, заявил, что Совет Федерации не будет следить за этим так называемым референдумом. Кроме того, я хочу напомнить, что несколькими днями ранее украинским спецслужбам удалось перехватить переговоры одного из лидера сепаратистов с его московским патроном, в котором российский политик прямо дает указание не проводить референдум, а просто нарисовать стопроцентный результат. И я предлагаю вот еще раз послушать фрагмент радиоперехвата. Я отменяю на *** числа референдум, потому что он не проведется. Его невозможно будет закона провести. Просто невозможно. Покорите, кто *** здесь. Дим, 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 отменять нельзя никак. Получится, что вы испугались, понимаете? Нет, не испугались. Просто мы его не проведем. У нас не готово. Да вы в парке все, что угодно. Напишите, что 99% ***. Вы теперь дети будете ходить в бумаги пособирать. Все, я понял. Понял. Напишите, что 89% *** за Донецкую Республику. Все, я понял. Только вопрос о Донецкой Республике. Больше ничего. В самом Донецке в первой половине дня была достаточно спокойная атмосфера. Однако во второй половине дня в центре города, в одном из районов центра города, начали раздаваться выстрелы или звуки, похожие на выстрелы из автоматического оружия. Кроме того, уже в интернете появились кадры, которые могут доказывать участие российских диверсантов в террористических операциях ДНР. Так появилось видео, на котором вооруженные люди с флагом Осетии участвуют в захвате одного из санаториев на территории Донецка. И также эти вооруженные люди с флагом Осетии даже записали свое обращение, поздравление к горожанам. И я предлагаю послушать вот фрагмент этого обращения. Отряд Юг поздравляет всех ветеранов Великой Отечественной войны с этим светлым праздником. И в этот день желает им долголетия, счастья, здоровья. Здоровья, еще раз здоровья. Ну и свое включение я хотел бы завершить новостями из Макеевки. Там сегодня днем была обстрелена карета скорой помощи, которая перевозила Алексея Демко. Это активист партии Свобода. Еще 8 числа он был похищен. Позже он был найден с многочисленными тяжелыми травмами и вспоротым животом. И вот его везли в Днепропетровск на срочную операцию, но реанимобиль был обстрелян. И самого Демко похитили, что с ним пока неизвестно. Студия. Спасибо. Вот такие новости из Донецкой области. Узнали мы их от Руслана Смещука.